Господа моего почтения, Mildchild Libensburn. Игра есть и в стиме, и на мобильных устройствах, это для тех, кто хочет самостоятельно в неё поиграть. На мобильных устройствах есть русский язык, в стиме почему-то его нет, поэтому я и выбрал, собственно говоря, платформу Bluestacks для того, чтобы в неё поиграть. Что я вообще здесь делаю, я, честно говоря, не знаю, потому что я бы никогда эту игру не открыл, не скачал, не играл бы в неё, я бы про неё никогда бы не узнал, если бы не люди почему-то её начали очень сильно рекомендовать, «Поиграй, зайди, посмотри, тебе надо, посмотри». Я такой, ну ладно, хорошо. Значит, я... Давайте договоримся, что сейчас просто посмотрим. Если да и если нравится, продолжаем. Нет-нет, потому что мобильный гейминг — это вообще не про меня. Я не знаю, о чём речь, я знаю, что это сложный эмоциональный проект. Я почитал отзывы в стиме, там люди плачут и очень много думают. И я такой, плачут? Хорош. А, новая игра, новая игра, да. Новая игра. 1940 год, Европа охвачена Второй мировой войной, Германия оккупировала Норвегию. Это 40-е годы, да, это было... А война закончилась, Норвегия освобождена, народ ликует. Ммм, это про нацистов, да, я так понимаю? Ну, которые уже... Война закончилась с ними. Да, 45-й, после пяти лет оккупации можно искоренить все упоминания о нацистах. Они флаг топ, что-то глянь. Это всего лишь игра. Здесь есть предупреждение о том, что... Здесь есть... В этой игре есть буллинг, в этой игре есть истязание, то есть это сложный проект. Это не какая-то... Это не хусгоу, да, тот же самый, где можно, ну, флексить. Три года спустя вы взяли в семью ребёночка. Спасибо, что решили взять Клауса под опеку. Здесь он не мог бы больше оставаться. Это детский дом. Спасибо, что решили взять Карин под опеку. Здесь она не могла бы оставаться. Мальчик или девочка? Давай сына повоспитываю. Установить Клауса. Я буду воспитывать сынка. 1951-й год. Какой он, счастливый, смотри. В школу, наверное, скоро пойдёт уже взрослый парень. С портфелем со своим, смотри, он барсетонька своя есть. Так, давай. Я не думаю, что сразу нас, конечно, изничтожат. А? Здорово. Я дома. Да, это твой дом, брат. Всё. Значит, 200 денег у нас есть. 17-е какое-то число. Это его показатели еды, стирка, да, глажка, уборка. Или что это такое? То есть его чистота. И это, наверное, желание играть. И окошко. Я дома. Привет. Хорошо провёл время с Лив? Лив это вот друг, подруга. Привет, Клаус. Хорошо поиграли с Лив? Уже темнеет, пора готовиться ко сну. Я не буду. Ну, зачем? Чего прессовать? Здорово, Клаус. Да, было весело, мы с Лив лучшие друзья. Я тебя понял. Мы нашли чудный пенёк в лесу. Чудной. И чё? А чё такое было? Мы думали, что внутри спрятан сокровищ. Музыка очень приятная. Приятный саунд. Классно сделан. А потом пошёл дождь. Но это нас не остановило. Мы решили охранять пенёк. Блин, я помню, как я в детстве тоже с палкой с этой играл. И считал, что это вообще, это моё, это моё орудие. Понимаешь? Из этой палки можно было сделать посох. Автомат. Ну, что угодно. Палка была всем для меня. Слушать дальше. Да вы с Лив, смельчаки. Только вот уже поздно. Нет, слушать дальше. Слушай ты. Давай с ним рассказывай. А потом, а потом? Потом суп с котом. А потом оказалось, что в Пеньке ничего нет. Чё там? Но кто знает, вдруг тролли просто не успели спрятать. Тролли! Господи! Я тоже жил в этом мире. Троллей. Эльфов. Это ж было так... Блин, это было так круто, когда ты маленький и веришь во все эти истории. Зачарованных, да? То есть. Другие миры. Мы еще раз сходим к тому Пеньку, но попозже. Ну надо же, вот так чудеса. Здорово. Похоже, вы с Лив отлично провели время. Ага. Да. Классно. Но уже поздно. Да-да-да, уже поздно. Солнышко почти не видать. Давай-ка ложись спать, да. Единица времени. А, вот они, эти два этих. Проводите день, выполняйте действия за доступную единицу времени, указанную в верхнем левом углу. Нажмите на значок единицы, чтобы пропустить. Пропустить, если я хочу нажать. Я понял. Ладно. Нет, я не хочу ничего пропускать. Значит, только вот я хочу тебе кое-что показать. Давай. Смотри, это подарок от Лив, у меня ведь завтра день рождения. А можно сегодня его открыть? Я одним глазком гляну. Ммм, не знаю, брат. Завтра Лив к тебе придет, а ты уже подарок вскрыл. Наверное, это не очень хорошо. Давай научим его терпению. Сын, придет время, тогда и посмотришь. Хм, хорошо. Немножко погрустнел. А где его статус, типа вот, эмоциональный? Как он себя чувствует? Новая почта. Вам пришла почта, нажмите на конверт, чтобы его открыть. Районный совет. Во дворе был замечен кот, поедающий цветы на клумбах. Падла. С этого дня требуем от хозяина не выпускать животных на улицу. Ладно. Газетка. Это мне неинтересно. Уберите ее. Угу. Прикольно. А что это такое? А, взрослые штучки? Скукотища, да. Газета и щита. Ты же не пойдешь сейчас в кабинет? А что, мне работать надо? Без тебя будет скучно, и мы же решили сегодня искупаться. Подожди, я один тебя воспитываю, матери нет? Ванна находится в ванной комнате. В ней можно помыть Клауса или постирать его одежду за одну единицу времени. Я тебя понял. Ну, пойдем мыться тогда. У нас такие дела. Я обещал. Обещал сыну помыться в ванну. Мойся. А, губка. А, вон, поднялось. Все. Сын, сын, ты чист. А кушать сколько будем? Жрать уже хочет. Я, наверное, находится на кухне за одну единицу времени. Клаус может съесть, сколько хочет, сколько, сколько захочет. Я понял. Пошли хавать. Садись, сынок. Сегодня каша. Или... Или тост. Или... Или каша. Или тост. 4-2. Что такое 4-2? 4-2. 4-2. Что это? 4 давай. 4 единицы. Хавай. Кушай. Ешь. А, о, это мне нужно его кормить. За маму! Жует. За папу. Вкуснятина, можно добавки. Конечно, брат, можно за папу. Молодец. Темно уже, брат, темно уже, сынок. Сын, уже поздно, даже солнышко легло спать. Как нажать, чтобы он спать пошел? Глазки слепаются, пора в кроватку. Уже поздно, и Клаусу пора спать. Клаус станет уютнее, если почитать ему сказку на ночь или приласкать его. Приласкать Клауса? У нас жесткое воспитание. Пойдем. Это сон, да? Это вот мишка, это сон. Медведь. Человек грустный. Или он просто устал, да? Ложись! Поскорей бы заснуть. Тогда завтра она... Сын, спать! А то все игрушки продам. И я снова стану совсем большим. Жду, не дождусь. А, все, он ждет пока. Лив говорит, на день рождения ей досталось целых три подарка. А сколько подарят мне? Я вообще не знаю, купил ли я ему что-то или нет. Мы купили ему подарок? Ну и какие у него рисунки. Засыпай. Тебя тоже ждут чудесные подарки. Целых три? Похоже, лифта еще выдумщица. Клаус, надо радоваться тому, что мы имеем. Жесть, какая жжо, это за отец такой. Засыпай, брат. Засыпай, сынок. Тебя тоже ждут чудесные подарки. Чудесные. Ура, скорее бы завтра. 200 денег у меня. Лучше подумай о том, что... Какой завтра будет чудесный день, хорошо? Да, верь в лучшее, брат. Поверь мне, мы отлично проведем время. Ладно, 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 ладно. Нет, нет, я буду вот такой среднячковый батя, который... Знаешь, это икнут и пряник. То есть я буду как бы два шага вперед, шаг назад. Потому что как бы не надо слюнтя это выращивать, да? Надо вырастить бойца хорошего воина. Полученную почту, документы и фотографии можно найти в кабинете. Он спит. Сказку никакую читать ему не надо. Все, у него он дрыхнет, типа. Можно в кабинет уйти. Что это такое? Это назад? А, он спит здесь, все. Вот, одна единица времени. Окно. Это к окну. Возвращаемся. 17 августа сегодня. Деньги какие-то у нас есть. Потраченная одна единица. Он встал? Не, он спит все еще. Сын! Сынок! Пора вставать! Сынок! Ладно, письма и газеты накапливаются, если не разбирать почту. За одну единицу времени можно прочитать сразу несколько. Зачем несколько? Давай мне. Читать. Как? Что нужно сделать? О, это его фотки детские. Да? Это же он. Да, вот, смотри. Нюха! Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть лет. Реально шесть. Скоро в школу пойдет. Клаус. Подарочек его сфоткали. Прикольненько. Радио здесь какое-то есть. Как это? Одна. Ну давай, на, трать. Так у меня нету единицы времени. Он проснулся, что ли? Лаус! Когда вы будете готовы завершить день, идите в спальню Клауса и коснитесь лампы, чтобы выключить свет. А, лампа. Я готов завершать день. Лампа. Чпок! Сейф! Август 17-18. Прикольно. Ох, боброе утро. А ты че какой грустный? Умывание. Умойте Клауса, чтобы его разбудить. Подойдите к раковине в ванной, это быстро, и не тратите единицы времени. Это быстро. Пошли! Так, сын! Сын! Сынок! Все? Ты в порядке? Ну, ты улыбака какая. Молодец! Ой, сегодня же мой день рождения. А, да, я забылся. Прости. Я вчера еле уснул. Да нормально ты вчера уснула. Сегодня мне уже есть 7 лет. Целых 7! Я вырос! Ты красава! Ну, надо же, Клаус. Неужто это ты? Тебя прям не узнать? Ну, разве что чуточку. Не глупи. Нельзя вырасти за одну ночь. Блядь, ну это что за... Что за отец? Клаус, неужели это ты? Тебя прям не узнать. Плечи какие-то, посмотри, а? Рама 2 Ван Дамма. Красава, все женщины будут твои. Ура, теперь я совсем взрослый. Че-то я так рад за него. Так и шо? Умылся ты, нет? Лиф должна была прислать мне... Должна была эта девчонка. Прислать мне поздравления. Пошли проверим. Так у тебя подарок от нее лежит. Ты че, забыл? Ты че, забыл? Моську свою умой. Сейчас женщины придут. Женщины придут. Давай, возвращаемся назад. Надо покушать, брат. Надо поесть. Ты должен быть... Ты должен быть сильным, сынок. Сынок, за папу. Молодец. За маму. Ням. И тостом закусил. Залив. А, подожди, стоп-стоп-стоп-стоп. Зачем его кормить до конца? Нет, тост оставь. У нас не так много денег с тобой, брат. Давай-ка ты не будешь, да? Так, подарочки. Ммм, подарочки. В шкафу подарочки? Это что такое? Можно тебя переодеть. Сынок, разве ты не хочешь проверить почту? Да и ладно. Пойдем проверим почту. А, да, реально нужно проверять. Это... Нет, пошли к окну сходим. Ждем рождения. Жаль, что не могу отпраздновать его с тобой. Скорее бы в школу, чтобы видеться каждый день. А, типа, ты лучший, Лив. Кстати, я вчера потрогала тролля. Потрогала? Где ты его нашла? Она знает, где тролли живут. Август 18 число. Это тебе, сын. Это же письмо от Лив. Ого, похоже, она правда видела тролля. Вот бы Лив сегодня пришла в школу. А, пришла, типа. Хочу играть с ней каждый день. Жаль она. Сейчас у тебя у тебя в Йотунхейме. А, где-то тут же. Йотунхеймени. Йотунхейм. Году фар ворвался в чат. Значит, у тебя подарок. Ой, подарок от Лив. Чуть про него и не забыл. Ну что, ты можно теперь открыть? Да, да, да. Можно, открывай. Мяч. Ура, мячик. Мне подарили мячик. Давай сыграем. Пойдем, ладно. Нажмите бросить мяч Клауса. Играть с Клаусом тратится одну единицу времени. Ага, я понял. Слово имени не казакон. Давай позже. Только не сейчас, Клаус. Мне нужно работать. Забыли добавить, да? Слово имени не казакон. Ух ты. Пойдем. Сын, лови. Подачку. Красава. И тебе. На грудь принял. Давай-ка. И финт ушами. А, все. Все, у меня кончилось. Сын, у меня кончилась энергия. Я не могу больше. А теперь чем займемся? Ты идешь спать, сын. Выбирайте, как провести свой день. У вас есть семь единиц времени. Где семь? А-а-а. Разделенных на четыре периода. Совмещайте работу по дому и заботу о ребенке. Вот ты, блин. Я это. Опять про день рождения. В общем, Лив говорит, что мама испекла ей торт. Сынок, не надо обращать внимание на то, что у других детей происходит. Ты должен это понять. Знаешь, как муж. Можно мне тоже торт? Я люблю сладкое. Сын, это дорого. Может, лучше поесть капусты? Раз ты теперь большой. Конечно. Прежде всего сейчас тортом и займусь. Блин, у него днюха, сука. Семь лет. Чего раз в жизни бывает. Если будешь хорошо себя вести, испечем его вместе. Ой. Хорошая, кстати, история. Но это типа, если будешь хорошо себя вести... Ладно, пошли печь торт. Хочу вкусненький тортик. Тортик. Ух уж слюнки текут. Магазин. Нажмите за окно, чтобы выйти на улицу, и вы можете найти магазин или другие места. Окно. Магазин. Так, мне нужна мука и яйца. 15... А, подожди, это каша за пятнаху. И 60 за кашу, да, я так понимаю? Это мука, яйца и молоко. Берем их. Каша наплевать, он же торт будет есть у меня. Пробили нам. 60 я потерял. Классно. Вернуться домой. Домой вернуться хочу. Чего, какой грязный? Прости, я прыгал по лужам и немного испачкался. Да ёб твою мать, Клаус. У тебя рубашка теперь грязная и мокрая. Ну ладно, сын. Чё ты? Переодевание. Сходи в спальню, надень сухой свитер Клауса. Потратит одну единицу, прикинь. Ты сука. Ну что ж ты будешь делать? Сын! Ищу мазал! На! Красава. Так-то лучше, спасибо. Да пожалуйста, это стирать только теперь нужно. В следующий раз будь аккуратнее. Да наплевать, ничего страшного. Надежда иногда пачкается, не переживай. Да? И рвется еще, к тому же. Буду знать. Так что насчет торта? Пойдем печь. Ингредиенты. Приготовить Клаусу еду можно на кухонном столике. Слушай, игра такая масштабная прям. Кухонный столик. Так, я первый раз буду печь торт. Мне прям не терпится. Но пеки. Приготовление пищи. Готовить очень просто. Всего лишь несколько раз нажмите на ингредиенты. Каждое блюдо тратит одну единицу времени. Несколько раз нажмите. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Бам! Чудеса в решете. Так здорово. Бам, он такой радостный. Блин, сынок. А теперь можно и праздновать. Да, уже солнце заходит. Слышишь меня? Можно праздновать. Вот тебе торт. Садись и ешь его. Милочка. Ать! Ням. Вот бы почаще такую вкусняшину кушать. Да, прикольно. А где сэндвич твой? Обожаю тортики. А ты готовишь самые вкусные. Спасибо, сын. Ух ты, это мне? Это я ему подарил, да? Это мой подарок? Открывай, что там? Что же внутри? Давай посмотрим, что тебе батя подарил. Карандаши! Красавый отец. Как раз я их и хотел. Спасибо. Да пожалуйста, сын. Пожалуйста, Клаус. И совсем скоро они тебе пригодятся. Со следующей недели ты пойдешь в школу. Эти карандаши достались мне не бесплатно. Береги их, су. Совсем скоро тебе они пригодятся. Блин, я не хочу быть строгим отцом. Точно. Чуть не забыл. Я прям жду не дождусь. Да-да-да, у тебя скоро школа. Еще раз огромное спасибо за подарок. Мне очень понравился. Но главное, чтобы он с луньяем не вырос. Надо будет немножко сбавить обороты этой милоты, понимаешь? Фотоальбом давай на новом воспоминании. О, я кое-что придумал. Давай ими порисуем. Мне нужно работать, Клаус. Помоги мне раскрыть рисунок. А мне нужно поработать. Можно мне? Пойдем в мою комнату. Будем рисовать там. Да что ж ты будешь делать? Это я должен сделать? А, да, вот он. Рисуй. Это тролль. Это тролль, который он. Давай, ладно, рисуй. Давай, сынок. Давай. Все, да? Тролля нарисовал. Чудесный день. Ложись спать. И карандаши чудесные. И мяч. А можно? А можно я еще поиграю? Нет. Нельзя. Надо спать. Хочу, чтобы день рождения не заканчивался. Сын, у тебя только начался этот год, понимаешь? Семь лет. Они же целый год идут. Все, сыну. Нельзя. Мне кажется, кому-то уже пора в кроватку. Нет, Клаус. Пора ложиться спать. Только не забывай, что во сне дети растут быстрее. Интересно, кстати. Нет, Клаус. Пора ложиться спать. Нет, Клаус. Ну, ладно. Все, не грусти. Пиздюк. Ложись. Сказку тебе хочешь? Сегодня был чудесный день. Я знаю. Доброй ночи, Клаус. Тебе понравилось день рождения? Да, очень. Спасибо тебе. Было здорово. Жаль, только лифт не пришла. Ну, бывает. Ну, уехала она в Йотунхейм. Понимаешь? Она из другого мира. Как думаешь, мне понравится еще что-нибудь? Сегодня? Клаус, нужно довольствоваться тем, что имеешь. Вряд ли, малыш. А мы подождем и увидим. Надежда. Вселим в пацана надежду. Клаус. Эх, вот было бы здорово. Так а что дарить-то? У меня ничего нет. Что можно ему купить? Кашу? Почитай с ней перед сном. Давай. Сегодня не получится. Клаус, уже слишком поздно. Конечно, с радостью. Ура. Сказочка на ночь. Чтобы почитать сказку, нажмите на книгу, пока Клаус не уснет. Чтение тратит одну единицу времени. У меня одна единица есть. Лови. А, это я читаю. Это ему, это ему, это ему сказки. Все, уснул. Все, спи, малыш. Спи, спи, спи. Я пойду в кабинет к себе. Так, у него добавлено новое воспоминание. Вот оно, да. Тортик и карандашики. Счастливый ребенок. Довольный. Мне единица нужна у этого, да? Я не могу здесь ничего делать. Работать не получается. Да? На улицу нет смысла выходить. Я правильно понимаю? Короче, ладно. Пойдем в комнату тогда к нему. Нажмем на лампу. И закончим этот день. Сейф. 19 августа, суббота. Воскресенье сегодня. О, сегодня тоже воскресенье, кстати. Господа, как ваша подготовка к новой неделе? Доброе утром. Чего какой грязный? Пошли. Мыться. Мне же во вторник в школу. Во вторник, да? Надо запомнить. Во вторник в школу ему. Как ты волнуешься? Остался еще один день. Жду не дождусь. Он прямо реально хочет. Я не очень сильно хотел. Я вспоминаю свою эту историю. Я не очень сильно хотел в школу. Так, мужчина. Ты должен быть чист. Чист, причесан. Думаю, я хороший. Давай, натирай его рожу. Походу, все это максимум, чего я могу добиться, да? Здесь. Кушать. Сынок, у тебя есть каша еще одна. За папу. И тост. Тостом закуси. Тостом закуси. Попользуем что-нибудь еще, как думаешь? Да-да-да. Мы часто едим это блюдо. Но хотелось бы чего-нибудь горячего. Мне тоже. Я скоро подащу работу, когда еда... Тогда еда и будет... А, я что, не работаю нигде? Чтобы сытно кушать, сначала нужно найти работу. Я как раз в поисках. Не волнуйся. Я получу чудесную работу, и мы с тобой купим кучу вкуснятина. Смотрели фильм? Как это? Не лучше не бывает. С былым Смитом. Да. Мы с тобой будем... Верь. Верь в меня, сын. Я верю в тебя, а ты веришь в меня. Договорились? Вы можете откликнуться на доступные вакансии. Найдите себе... Короче, найдите... Найди работу, сука! Сынок, это тебе. Ням. На, вот еще один съешь. Отлично. Короче, еды у меня больше не осталось. Я правильно понимаю? Вот смотри. У меня пустая тарелка с кашей. Пустая тарелка здесь. Все. Нам нечего есть. Все кончено. 140 денег имею. Так. Все, сын. Бате пора... Раз сегодня воскресенье. Может, сходим в лес? А может, ты заткнешься? Мне нужно работать. Еду... А еду ведь не обязательно покупать. Ее можно отыскать. Отличная идея, сынок. Тем более, в воскресенье все магазины закрыты. А, я даже сегодня сходить никуда не смогу. Вот тебе надо. Улица. Открыто новое место с леса и озера. Интересно. Улица. Мяч, хочешь поиграть? Пыть! Зря я это начал делать, потому что у меня сейчас единица энергии потратится. Вот я тупой. Да, все, минус. До свидания, единица энергии. Я могу уйти отсюда? Лес и озеро? Лес и озеро? Наверное, я не могу. Ну все, брат. Так. Как мне сделать так, чтобы... Как мне сделать так, чтобы работу найти себе? Вакансию. То есть, вакансию, вакансию хочу. Вокейшн. Как нажать-то? Вот сюда, чтобы здесь закончилось что-то еще. Мыться будешь? Сын. У меня нет энергии. Он сел в ванну, но у меня нет энергии с ним помыться. Типа, переодеваться. Это я не постирал, естественно. Но у меня нет энергии, чтобы это все сделать. Окно. Лес. Я просрал лес, походу, да? Я просрал лес, и я просрал... А, подожди, вот, не просрал. Это другая... Вот, все. Смотри, сколько тут всего можно собрать. Грибочки, да, например? Вот. Грибы, грибы, ягодки, грибочки. Только посмотри на эти грибочки. Так, вон еще грибы. Мы все собрали? Ого, грибочки! Съедим их? Сын, только я не знаю, я не умею их готовить. Наверное, все, можно уходить отсюда, да? Это дом наш. Где мы находимся? Лес и озеро. А можно на озеро сходить вон туда? Да, можно. Рыбачить, может быть? У тебя есть удочка, сын? Сын! Ничего у тебя нету, да? И здесь ничего нету. Ладно, прикольно. Давай возвращаемся. Значит, сынок, поесть, приготовить еду. Давай-ка ты приготовишь грибы или... Или, или, или... Нет, подожди, вот. Грибы здесь две. Готовь. Пожарим, пожарим, пожарим. Грибочки. Это тост с грибами. Прикольно. И у меня есть еще одна единица. Да. Сын все еще бодрый и весел. Он в целом готовит... Может еще приготовить нам, например, чернику. Пусть готовит чернику. Готовь. А что, вот у меня единица энергии. А что, нельзя? Почему? Нельзя. Ну ладно. Сын, пойдем кушать тогда. Дай покушаешь ты. Ему завтра в школу. Может он проснется и голодный будет. Ладно, ешь. Ешь, сын. Сынок. Он не хочет есть. Мыться, может быть, ты хочешь? Давай. Почему мне показывают, что у меня нету этого единицы энергии? Ладно, спать тогда ложись. Все, сынок. Ты ложишься спать. Завтра в школу. Что ты хочешь? Хочешь, вы хотите от меня. Я не понимаю. А, вакансия. Алло. Это вакансия. У меня нужно вакансию обязательно. Найти работу какую-то. Оп-оп-оп-оп. Требуются работники на старую фабрику. Предлагаем стабильную работу с понедельника по субботу. Херня полная. Ответить. Нажмите, чтобы написать. Меня заинтересовало ваше объявление о найме работников на фабрику. Я очень трудоливый человек, который будет стабильной работой. Прошу, смотри, отправить. Все, у меня больше нету. У меня больше нет энергии. Новости. В стране наблюдается снижение производства яиц. Вот уже вторую неделю яиц так мало, что их не хватает для экспорта. Не утихают споры о том, что стоит ли норвежскому правительству продолжать экспорт этого ценного продукта. Ведь стране очень нужны не только деньги, но и сами яйца. Я понял. Это все письма, да, на сегодня. Сын, пора спать. Спать хочется. Я знаю, да, да, да. Давай, ложись. Ложись, сынок. Слушай, я тут рисовал кое-что и придумал. Я тоже могу зарабатывать деньги. Буду продавать свои рисунки. Нихера себе предприниматель, 7 лет. Отличная идея. Будем работать вместе как команда. Тебе не стоит переживать. Обеспечивает у нас моя обязанность. Малыш, ты такой милый. Не надо ничего продавать. Просто будь умницей. Нет, зарабатывай. Да, точно. Буду помогать друг дружке. Было бы здорово послышать сказку на ночь. Есть время почитать? Да. Тебе давно пора спать. Уже слишком поздно, Клаус. Нет. Может, завтра получится. Три варианта отсутствия абсолютно возможности ему прочесть. Нет, может, завтра. Уже слишком поздно, Клаус, братишка. Ну тогда ладно, спокойной ночи. Спи. Он спит. Все, у нас я, по идее, только могу закончить день, потому что у меня нету ни хрена ровным счетом. Завтра ему в школу. Завтра в школу, пацану. Сколько времени прошло? Блин, уже нормально. Игра-то долгая, походу. Ладно, сохранение. 20 августа. Значит, понедельник. А, подожди, так ему во вторник в школу-то. Здорово! Сегодня Лиф возвращается. Она приезжает, да, к тебе? Он есть хочет, просто адски. Можно будет поиграть с ней в обед. Так, братишка, а потом покушаешь? У тебя есть еда? На тебе свой сэндвич. Разве ты не хочешь проверить почту? Нет, я не хочу. Жри. Да ешь, ты конченый. Ладно. Почту так почту. Приглашение на работу. Будем рады предложить вам работу на нашей фабрике. Можно приступить с 21 августа. Самое раннее и удобное время. 21? Когда он в школу пойдет? Завтра, получается. Я на работу, и он в школу. Это неизбежно. Это неизбежно, прикинь? А я что, не провожу сына? Что там написано? Я получил работу, сын. Я скоро выйду на новую работу. Смогу лучше нас обеспечивать. Теперь у меня есть новая работа, и это здорово. Только вот придется оставлять тебе одного. Хорошие новости, сын! Здорово. А когда мне дадут работу? Надо чуть-чуть подрасти. Тебе еще рано думать о работе. Вот подрастишь, тогда и дадут. Работа — это обязанность взрослых. Чтобы получить работу, сперва нужно выучиться. Да, вот, наверное, это лучший вариант, типа, ну, чтобы смотивировать его на учебу. Я буду хорошо учиться, стану лучше всех в классе. Это не обязательно. Кушать, пойдем. Че сидишь-то? Эй, ешь! На! Кусай, кусай, кусай! Наполовину хотя бы. Ням-ням-ням. Молодец, все. Он поел. Приготовить что-то можно вообще? Вот здесь вот. Он может же приготовить за одну единицу? Он будет либо очень сильно грязным, но приготовит нам еду за одну единицу времени. Либо... Нет, еда — это важнее. У него наполовину она всего лишь. Давай готовь, грибы. Минус... Минус время, да? Да, минус время. Помнишь, я просил тебя заступать мою старую одежду? Ты не просил. Вещи хорошие, я их очень люблю, только вот дырки не нравятся. Их надо убрать. Спасибо. Ну, я пошел. В свободное время вы можете создавать и чинить предметы, нажав на кухонный стол. На кухонный стол? Это мое свободное время? Я должен этим заниматься? Ну, ладно. Застопал. Это его старые шмотки. Синий комплект. А, минус получается один этот. Одна единица. Нет, 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 стой! Клаус, письмо. Новости. Конфликт в небе над Кореей. Сегодня 17 американских истребителей F-86 сошлись в ожесточенном бою с почти 60 истребителями МИГ коммунистов над Северной Кореей. Охренеть. Минус, да, это классно. Здорово. Кошмар какой. Он хочет очень сильно есть, он очень сильный гряд. Мы слив здорово привели время. Охренеть! Как вы провели время? Ты посмотри на себя, сын! А я для тебя рисунок припрятал. Попробуй найти. Иди попробуй, найди уже, сын. Знаешь, куда мне нужно? Мне в магазин пора. Папе пора в магазин. Так, рыба. 140 денег. Слушай, ну кашей он наедается за пятнаху. Давай кашу возьмем. Две каши. За 45 рыба. Смотрите, сколько тут. Много всего. Интересно. Либо это, либо это. Это овощи. А это целых 25. 25. Еда это важная тема просто. И сэндвич 20. Сэндвич полная хуйня, мне кажется, да? Ну ладно. 75. Готово. Так, сынок. Пошли покушаем. Так, мыться сначала. Ну ты, вообще, ты посадимся. Ой, сынок, давай. Моемся, сын. Надо до пол, до чиста его вымыть. Все, красава, сынок. Теперь кушать обязательно. Давай-ка ты. Это ты будешь? Нет, 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 ты есть будешь. Сэндвич. Нет, не сэндвич. Ты должен поесть. Красава. Ням. Все, теперь спать. Завтра в школу ему. Скоро уже спать? Вообще, как бы да. Теоретически. А он может приготовить что-то? У нас нет энергии, по-моему. Нет, он может. Подожди, вот один. А где мои продукты, которые я купил еще? Ягоды он сделал. Все. Он сделал ягоды, они улетели. Минус, минус вот эта вот история. Здесь он поел уже, да, получается? Он же поел уже, я уже не могу ничего сделать. В свободное время. Я могу это штопать? 0-2. 1-2. Один из комплект из двух. Нет, спать уже пора, парню. Парню спать пора. Переодеваться не будешь ты? Давай, работай. Рисунок, я нашел его. Вот он. А, это они. Это он себя нарисовал. Это он, а это лиф. И радуга вокруг них. И солнышко. Прикольно, сын. Ты молодец, сынок. В фотоальбом добавлены воспоминания. Красава, спи. Завтра утром я уже буду школьником. Ха-а. Я вот все думаю. Каково это ходить в школу? Это прекрасно, чувак. Все у тебя получится, только не волнуйся. Похоже, ты волнуешься. Тебе вообще хочется в школу? Тебе там обязательно понравится. Главное, веди себя хорошо. Все у тебя получится, сын. Ты все правильно говоришь? Я буду стараться, обещаю. Можешь почитать мне любимую сказочку? А у меня, по-моему, энергии нет, чтобы читать тебя. Уже слишком поздно, да. Нет, тебе пора спать, сын. Спать! Ну вот. Тогда спокойной ночи. Надо будет оставлять одну единицу для того, чтобы ему читать. А то он что-то какой-то грустный становится в последнее время, да? Грустный какой-то становится. Почта есть какая-то? Нет, ничего. Здесь я ничего приготовить, соответственно, не могу. А вещи его штопать я тоже не могу. То есть в ночное время у меня не хватает энергии. В свободное время. Так мне нужно побольше вот здесь вот этих штучек. 140 денег у меня, сынок, кстати. Я не купил продукты, получается. 140 денег. Я их положил на прилавок, и я их не забрал. Вот почему их здесь не было. Так у него на завтрак, получается, только ягоды сейчас будут. Вот и все. Тюты. Сынок, прости меня. 21 августа. Получается, я пойду в школу. Ой, я пойду... Сегодня важный день. Да, сын? Я пойду в школу. Теперь я совсем взрослый. Готов к важному дню? Да, почти. А что почти-то? Все у тебя получится, не ссы. Печатает, смотри, думает. Ой, чуть не забыл. Тебе же сегодня на работу. Да, у меня тоже важный день. Может быть, скоро мы накопим денег на ранец. Буду носить его в нем в свои учебнички. И вроде его даже можно купить в магазине. Посмотрим, но ты должен прилежно учиться. Я постараюсь его купить. Надо посмотреть, хватит ли нам денег. Отличная идея. Отличная идея, брат. Мне купят ранец. Блядь. Тихо, ладно. У меня будет твой ранец. Давай, кстати, съешь. Что у тебя здесь сегодня? У тебя сегодня прекрасный бургер. На, это твое. Кушай, молодец, жует. Значит, второй момент. Это одежда, да? Тебя надо переодевать? Ты же вообще впрочем в порядке. Я смотрю, ты чистенький. Все у тебя хорошо. Я буду оставлять себе этот... Как это называть? Я схожу в магазин. Папка сходит в магазин. Я должен купить тебе кашу. Подожди, я вот это, по-моему, брал, да? Это убираем. Я хотел взять вот это. Нет, я хотел за 45. Вот так я брал. И у меня 60 денег оставалось. Пробейте мне. Вот теперь я это все купил. Так, сын. Давай домой. Давай приготовим поесть вместе с тобой, да? Перед школой ты немножко поработаешь. Поехали. Красава. Это должно быть вкусно. Вот. Съешь ты это потом. Вот. Не переживай. Не волнуйся. Все будет хорошо. Я немного волнуюсь. Все будет нормально, сын. Школа и школа. Сможешь проводить меня в школу? Конечно. Да, да. Вряд ли получится. Нет, подожди. Мне нельзя опаздывать. Не волнуйся, Клаус. Все будет хорошо. Не волнуйся, сын. Ясно. Тогда увидимся после школы. А, я с ним... Ваш выбор ожесточил Клауса. Я не пошел с ним, да, получается? Я с ним не пошел. У него есть... А, а где... Где это? Куда? Загрузка. А где... Как статус посмотреть? Жестокий он или нет? Будь сильным и никогда не бойся. Пусть все увидят, какой ты умный. Если вдруг у тебя кто-то обидит, обязательно скажи об этом учителю. Хорошо? Веди себя хорошо и будь вежлив. Тебя обязательно все полюбят. Будь сильным и никого не бойся, сын. Главное себя поставить хорошенько. Постараюсь. Я и правда умный. Да, но не сильно выеживайся, да? А еще в школе меня будет затлив. Поход в школу. Чтобы отправить Клауса в школу, выйти на улицу и нажмите на красное здание. Уроки заканчиваются в полдень. Я тебя понял. Сын, давай. Я нажал. В полдень. А, мы просто ждем его теперь, да? Сынка. Пока просто какое-то стандартное воспитание. Не знаю, где здесь какие-то глубокомыслия, но, наверное, это интересно. Я дома. Грязный. Побитый. Что ты хочешь? Я дома. Как прошел первый день? Школа странное место. Там все недобрые. Я пытался подружиться с ребятами, но они просто глазели на меня и молчали. Ты ничего плохого не сделал. Им просто нужно получше узнать тебя. Бедняжка. А ты не пробовал с ними поговорить? Чего? Да за что это дети? Да что это за дети такие? Дети очень жестокие сейчас. Нынешнее время. А, ты ничего плохого не сделал. Им просто лучше получат... Да. Нужно время. Нужно примелькаться чуть-чуть. Думаешь, если я познакомлюсь с ними поближе, они будут ко мне хорошо относиться? Да. И может, мы даже станем друзьями? Ну? Улыбнись, сын! Или нет? Нет? Не улыбнись. Пойдем, умоешься тогда. Ладно. Давай, давай, давай. Поможешь мне с уроками? Да, да, да. Пошли. Вдруг завтра учитель меня спросит. Я помогу тебе. Конечно, помогу. Конечно. Не переживай, за уроков сегодня уже только первый день. Конечно, помогу, сын! Спасибо. Учебник у меня в комнате. Пойдем. А, можно начинать? Да, да, да. У Лин и Пера по яблоку. Если Лин отдаст Перу яблоко, сколько яблок будет у Пера? Два. Яблоко у Пера будет. У Лина и Пера по яблоку. У меня вообще-то нет на это времени. У Пера два яблока будет. Да? Да, ведь? А-а-а! Я так и думал. Красава. Так, теперь следующая задачка. Если после этого Пьер съест одно из этих яблок, сколько яблок у него останется? Одно. Которая ему дала вот... Одно. Ага. И последняя задачка. Если мама Пьера принесет еще четыре яблока и попросит Пьера и Лин разделить все яблоки поровну. Ну, будет пять. Поровну не поделится. Сколько яблок Пьера должен будет отдать Лин? Три яблока. Два яблока. Два с половиной. Два с половиной, потому что будет пять. Он одно сожрал. Если, говорит, после этого... Если после этого он принесет... Два с половиной, все же верно? А-а-а! Если я неправильно ему подскажу! Ох уж эти задачки для первого класса! Два с половиной яблока. Разве? У Пьера ведь было до этого два яблока. Пусть даже он и съел одно. В смысле? Он съел одно уже, у него одно осталось. Как это два-то? Ты чё? Тогда не получится поровну. Будет нечестно. Два с половиной он должен отдавать. Надеюсь, я справился. Надеюсь, я справился, сын! Прямо пожрёшь. Ладно. Сегодня у тебя... Получается... Вот эта вот история, которую ты приготовил. Сам, сынок! Давай! Чавкает. Красава. Слушай, а получается, что это... Офигеть, как невыгодно покупать эту фигню. Взевает. Я сегодня жутко устал. Первый день. Всю неделю бы спал. Пошли спать. Ложись. Ложись, говорю! Всё. Не пойму, нравится ли мне школа или нет. Да и учительница, госпожа Хансен, какая-то злая. Блин, да все преподы такие. Всё наладится, вот увидишь. Взрослеть непросто. Нужно уметь справляться с проблемами. Нужно прилежно... Нет-нет, взрослеть непросто, сын. А может, я не хочу взрослеть? Да? Может быть, взрослым не так уж и весело быть. А может, ты мне почитаешь сказку на ночь? Да, да, сын! Да, конечно! Ладно, спасибо. Да, пожалуйста, сынок. Давай, расслабься! Взрослым быть реально, да, нелегко. Это не весело иногда. Это порой сложно, но такова жизнь. Ты так или иначе будешь взрослеть, сынок. Всё хорошо. Всё нормально, сын. Сынок? Где эта лампа? Сейф! Второй день в школе. И второй день на моей работе. А где зарплата? А, или мне хрен на воротник? Нам всё раз дадут оставшиеся учебники. Красава. А у меня до сих пор нет ранца. Сын! Другие ребята носят учебники в ранцах. Нам нужно беречь деньги для более важных вещей. Клаус, не думай, что мы сейчас можем позволить себе такую покупку. Если всё пойдёт хорошо, я куплю тебе ранец. Давай, давай... Нет! Блядь, объясни ему! Объясни ему! Нам нужно беречь деньги для более важных вещей. Еда и вода. Но это не честно! Твою мать! Ну что ты не понимаешь, сын? Подожди, сколько стоит ранить, блядь? Я куплю его. Где он? Где ранец, суки? Вот он. 200! Да вы чё? Откуда такие деньги? Продать можно что-то? Блядь, он либо не ест у меня и ходит с ранцем, либо всё. Как бы, блядь. Как я? Ну у меня вроде есть еда-то, да, для него? Он голодный, капец. Садись, ешь. Разве ты не хочешь проверить почту? А чё, почта пришла? Ну какая-то газетка просто. Я потом её проверю, ладно, сын? Не переживай. Почту принесли. Да я видел. Пошли есть! Почта! Ты посмотри на себя! Давай, блядь. Чавкай. Так, одно съел. Давай сэндвич теперь. Жуёт. Половинку. Наполовинку только. О, еда окончилась. Твою мать, еды нет. А он всего лишь наполовину её заполнил. Вот тебе на. Добрый вечер. Ну всё, наверное? Школу, да-да. Сын. Ты чё грустный-то какой? Я не понимаю. Как увидеть его состояние? О, я потратил навык. Я не особо хочу в школу. Ладно, я пойду, а то Лив будет грустить. Может, если у меня был бы ранец, как у ребят, они бы относились ко мне лучше? У всех есть ранца? Отказаться от подкупки ранца, согласиться на покупку. Обдумать. Согласиться? Я хотел бы, но денег нет. Может, и мне полагается? Он не понимает, да? Ладно. Но только для учёбы, а не для того, чтобы походить на других. Хорошо? Так и быть. Куплю тебе ранец, но не думай, что другие дети тебя полюбят. Я всё куплю, лишь бы ты был рад. Это плохая идея. Ладно. Но только для учёбы, а не для того, чтобы ты был похож на других. Да? Сын. Хорошо. Ты должен понять это. Понять. Это очень сложно понять, кстати. Это пиздец. Это вообще. Иди, ладно. Учись. Его в школу, а сам на работу. 200 денег у меня, смотри. Я могу купить ранец ему домой. Меня обзывали сегодня в школе. Сказали, что я ублюдок. Раз у меня нет настоящей семьи. Бать, я только сказал, что эта игра какая-то лёгенькая. Да наша семья куда лучше. Как грубо. Наша семья немного отличается от других, но в этом нет ничего плохого. Они не правы. У нас чудесная семья. Как грубо. Ну да, наша семья немного отличается от других. Надо ему, надо, надо донести. Он взрослый парень уже. 7 лет, это охереть какой возраст взрослый. А я, я хочу быть как все. Нет, ты не должен быть как все. Ты должен быть, сука, собой. Прости, на самом деле мне нравится наша семья. Клаус! Только у других ребят есть мама и папа. Их никто не бросал. А кем были мои родители? Я хочу знать, скажи. В детстве мне говорили... А, он злится. В детстве мне говорили, что я мал, чтобы знать. Но теперь-то я взрослый. Но почему? Почему меня обзывают ублюдком? Он плачет. Этим словом называют детей, родившихся вне брака, подобно тебе. Клаус, я не знаю. Не бери в голову. Нет, 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 объясни ему. Объясни ему. Клаус доверяет вам больше. Потому что я с ним разговариваю как со взрослым человеком, а не как с молокососом каким-то. Это не повод обижать тебя. Но это не важно. Ведь ты по-прежнему остаешься с собой. Да, вот! Мои родители не были женаты? Кто же они? Да кто угодно! Мне так хочется узнать о них побольше. Прошу, расскажи. Да я... Ты думаешь, я знаю? Я постараюсь выяснить о них побольше. Но правда может оказаться неприятной. Пообещай. Пообещай, что ты о них разузнаешь. Обещаю. Да, я постараюсь. Да, хорошо! Наконец-то я узнаю. Ладно, все. Напишите биологическое... Напишите биологической матери Клауса. Пошла, Нанай! Пошли в магазин. Где твой ранец, придурок? Давай, две сотки. Но у него есть... Ему есть нечего, понимаешь? Либо ранец сейчас, либо еда. Он будет голодный. Но, по идее, завтра пожрет, да? Чуть-чуть пожрет. Чуть-чуть. Вот с ранцем. То есть ранец, но еда... Еда или ранец? Ранец! На! Где ты там? Что это? Подарок, сынок! Сюрприз! Ранец? Правда? Да. Чё ты хоть отвлечешься немножко? У меня будет ранец, как я и просил. Спасибо большое, я так рад. Клаус доверяет вам больше. Пожалуйста, ты его заслужил. Береги его. Носи с удовольствием, братишка. Береги. Носи, носи. Береги. Я не... Су, носи с удовольствием. Всё. Чмок не батю в плечо. И давай, иди отсюда. Жрать нам нечего с тобой, сынок. Нам нечего с тобой есть. Ты не представляешь, насколько мы... В какой мы жопе. Нам даже готовить нечего. Ноль денег. Ноль денег. Ты с ранцем. Идиот. Ну и чё? Мой сиди. Давай, ладно. Пойдём играть. Пойдём играть. Ты же у меня голодный будешь сидеть. А мы пойдём играть. Вот тебе на. Можем порисовать. Конечно. Можем поиграть в прятки. Давай поделаем что-нибудь вместе. Можем погулять. Пошли прогуляемся. Пошли в лес. В лес, в лес, в лес. Срочно в лес. Срочно в лес. Где лес? Грибы. О боже. Нам пора домой. Слава богу, я нашёл еду. Я нашёл еду. Что-то мы тут задержались. Ты прав. Пошли кушать. Ты же можешь приготовить еду? Ты молодец. Всё, сын. У тебя есть еда, сынок. Ты можешь поесть. На, кушай. Он не может. У него нет энергии пожрать. Мой сын. Ты пойдёшь голодный спать. Ну всё, сынок. Господа, я думаю, наверное, на этом всё. Началась вот эта вот, да, история с первыми днями в школе, когда начинается агрессия других детей, которыми он, видимо, не знает, как найти пока общий язык. Я так понимаю, что действие в игре реально что-то значит. И плюс ко всему я хотел бы сказать, что эта игра построена на реальных событиях. То есть то, что происходит в игре, так или иначе будет сводиться к какому-то определённому сюжету и финалу. И это реально происходило. То есть в начале игры это указывалось, да? Не забываем, что это всего лишь игра. Не забываем ставить лайкосики. И если вам это понравилось, то, может быть, даже мы продолжим воспитывать Клауса вместе, да? Господа, спасибо, что были со мной. Хорошо проведённое время, честно говоря. Потому что я не верил, что меня может вот... Я в какой-то момент даже забыл, что идёт запись. Я в какой-то момент... Типа, сын, давай. Он такой счастливый, он такой довольный. Ложись спать. Я иначе представлял себе школу. Да, он... У детей есть... С ребятами не так уж и здорово. Всё наладится. Это нормально. Да. Будут те, кто будут тебя... Будут пытаться, понимаешь? Но надо быть... Надо ставить себя. Но вдруг учиться будет весело? Может быть. Всё будет... Всё будет зависеть от того, как ты на это дело повлияешь. Господа, спасибо, что были со мной. Май Чайлд Либбинсбёрн. Да? Всем спасибо, всем пока.